Сэкономить бюджетные деньги с помощью новых технологий освещения и автоматического регулирования температуры в теплосетях. Администрация Сургута и Газпром Энергосбыт Тюмень подписали документ о сотрудничестве по развитию энергетической инфраструктуры. Ранее достигнутое соглашение закрепили утвержденной дорожной картой. Ожидается, что установка нового оборудования существенно снизит затраты города на свет и тепло. На территории городских школ, библиотек, спортивных учреждений, детских садов мы планируем устанавливать современные модернизированные системы внутреннего и наружного освещения, а также устанавливать автоматизированные тепловые пункты. Это позволит нашим заказчикам достичь значительной экономии потребления электрической и тепловой энергии. По условиям договора компания Газпром Энергосбыт Тюмень купит высокотехнологическое оборудование, комплексы контроля и автоматизации освещения и отопления. Ожидается, что сумма инвестиций в экономику города составит около полумиллиарда рублей. Всего в дорожной карте более 150 объектов. На семи пилотных площадках, это школы, детские сады и филармония, систему уже опробовали. Она показала первые результаты. В этом году оборудуют еще 13 учреждений. Монтаж начнется в мае. Это дает возможность уже до 50% достигать экономии средств по электроэнергии и где-то процентов 30. Уже такие вот показатели достигнуты. Это хорошая добавка. Хорошая добавка. Нашу с вами общую корзину нашего бюджета. На этой неделе гостем программы телевизионный обзор новостей станет руководитель Сургутского центра технической эксплуатации телекоммуникаций компании Ростелеком. Наталья Булатова. Она и ведущая программы Дарья Давыдова обсудят проект «Умный город». Посчитают выгоду от его реализации в нашем муниципалитете, а также поговорят о том, скажутся ли эти изменения на жителях. Выпуск итоговой программы в ваших телевизорах в эту субботу и воскресенье. Не пропустите. Продолжение следует...